Всем привет! Меня зовут Денис, вы смотрите новый проект национального телевидения IT не об IT. В этом выпуске вы узнаете. Сколько жителей республики могут ответить на вопрос, кто такой IT-специалист? Зачем взрослые выполняют домашние задания? И как защитить ребенка от виртуальных злодеев? В каждой программе мы рассказываем вам о перспективных технологиях, научных разработках, представляем новинки IT-рынка. Все это создают люди. Фамилии самых известных в мире основателей интернет-пространства и всего, что с ним связано, у всех на слуху. Но целая армия компьютерных специалистов остается за кадром. Что это за профессия? Помочь разобраться в этом вопросе мы попросили жителей нашей республики. Могли бы нам ответить, кто такой IT-специалист и чем он занимается? Компьютерами. Так, знаем. Это, наверное, программисты. СИС-админы, наверное, еще IT-шники тоже считаются как-то. Занимаются защитой программ... защитой данных. Это все? Это весь спектр или еще что-то? Больше ничего не известно. Внятного ответа от жителей нам добиться так и не удалось. Вероятно, придется обратиться к экспертам. Для этого мы отправились в одну из крупнейших IT-компаний Чуваша и Кей Системс. Целых два этажа здесь занимают специалисты-информационщики. Вот, к примеру, Андрей Петров в данный момент разрабатывает программу для финансовых отделов администрации, городов и районов. Финансовые органы субъектов как таковых должны предоставлять информацию к казначейству о юридических лицах, то есть наименование, ИНН, КПП, какие-то иные элементы, реквизиты данных организаций, как раз-таки для того, чтобы обеспечить им вот эту вот возможность и, опять-таки, уменьшить трудозатраты. Нами вот был сделан, создан новый инструмент – это взаимодействие с Единым госредством юридических лиц, который позволяет взять эту информацию, опять-таки, с сайта налоговой службы Единого госредства юридических лиц и передать в дальнейшем финансовый орган. По большому счету разработчики перекладывают нудную бумажную работу в руки, если можно так выразиться, компьютера. Теперь процесс передачи данных сократится в сотни раз, и сотрудник администрации за день успеет намного больше. Сама программа, конечно, может быть писаться легко, но самое сложное – это вопросы быстродействия, удобства, своевременности интерфейса, удовлетворенности пользы. Если взять наш обширный комплекс, который закрывает почти все вопросы по учету бюджета, мы уже, например, пишем его более 10-ти лет. А тут видите, в чем вопрос? Законодательство у нас каждый год меняется, и под это законодательство мы соответствующие доработки должны предоставлять пользователям своевременно, в день начала этого закона. Работа с финансами требует абсолютной конфиденциальности, и тут на помощь приходят специалисты по защите информации. Их задача – обеспечить безопасность данных. Всегда есть некий конфликт между IT-инфраструктурой и информационной безопасностью, потому что IT-инфраструктура создавалась изначально для удобства пользователя, а информационная безопасность создается для того, чтобы выполнить требования определенные, то есть необходимо так защитить, чтобы хакеры не проникли, можно так сказать. И поэтому иногда это вступает в конфликт с удобством пользования. Приходится ограничивать пользователей в каких-то правах. Но тем не менее комфорт в использовании программы сайтов – один из главных критериев создания информационных продуктов. Как должен выглядеть интерфейс, где будут расположены иконки, фирменный стиль определяет веб-дизайнер. Однако ему мало уметь рисовать. До того, как начать делать эскизы, он проводит огромную аналитическую работу. Сейчас такой тренд в мире, что нужны дизайнеры, которые хорошо понимают и программирование, потому что не понимая то, как производится продукт, сделать его удобным и красивым не получится. Итак, обойдя часть офиса компании, мы выделили несколько категорий IT-специалистов. Это проектировщики, разработчики, специалисты по защите информации, по работе с облачными технологиями и веб-дизайнеры. Пришло время познакомиться с руководством. Чтобы ответить на вопрос, что такое IT-специалист, нужно посмотреть на современный мир. Вообще, в таком широком убывательском смысле, IT-специалист – это тот, кто работает на предприятии, занимается автоматизацией, оптимизацией процессов и так далее. Но сегодня в современном мире IT-специалист – это тот, кто меняет наш мир к лучшему и, собственно, тот, кто занимается преобразованием этого мира с помощью новых таких интересных технологий, которые сегодня уже доступны всем гражданам, нам с вами. И появляются такие интересные технологии, которых мы не видим, но они очень серьезное влияние оказывают на нашу жизнь. Например, такие технологии, как облачная технология, технология обработки огромных массивов информации, которые называются Big Data и так далее. Это новейшие технологии, которые неуклонно идут в нашу жизнь. Но, собственно, IT-специалисты как раз и занимаются созданием таких технологий, их внедрением, их эксплуатацией и их, так скажем, неким развитием. Надеемся теперь, если вас остановят на улице и спросят, кто же такой IT-специалист, вы сможете охарактеризовать эту современную профессию. Недостаток кадров, отсутствие должного образования – две причины, по которым IT-компании должны находиться в состоянии постоянного поиска сотрудников. И со временем все организации приходят к одному выводу – нужно инвестировать в людей, вкладываться в обучение будущих членов коллектива. Таким образом возникают множество образовательных проектов. В Чебоксарах, к примеру, этим летом прошли как минимум две школы. Словарный запас айтишника полон терминов иностранного происхождения. Например, «диджитал». Мало кто из обычных людей сможет сразу перевести это слово, а значит оно просто – цифровой. Но с ним связано целое направление в сфере информационных технологий и интернет-маркетинга. Этим летом у жителей Чувашии появилась возможность поближе познакомиться с этим современным способом продвижения. Диджитал-агентство «Апплаб» организовало бесплатные курсы для всех желающих. Мы хотим, чтобы в Чебоксарах появился диджитал-кластер, ну как есть электротехнический кластер, есть кластер, связанный с производством строительных материалов. Это большие достаточно такие отрасли. При этом IT и маркетинг, в частности, пока не сильно представлены в городе. Мы надеемся, что в течение 5-10 лет у нас тоже появится кластер, связанный с IT и маркетингом. Каждый участник мог выбрать одно направление обучения из семи. В остальном все как в школе – занятия каждую неделю, есть преподаватели и домашние задания. Не выполнил – твое обучение закончилось. Считаю, что это правильно. Почему? Потому что теоретические знания сами по себе ничего не дают. И только когда ты непосредственно начинаешь применять это на практике, ты больше, еще больше узнаешь, еще больше развиваешь и получаешь знания. Конечно, времени на это не хватает, но, ну что называют, как говорят, тяжело в учении, но легко в бою. В отличие от всех остальных направлений, которые посещают в основном студенты, диджитал-маркетинг заинтересовал в основном людей работающих, а им, как обычно, 24 часов в сутках не хватает. Тем не менее, все посещают занятия исправно. Мне это направление было интересно, потому что я владелец бизнеса, и мне интересно вот именно, как сверху на все это взглянуть. Потому что все остальные направления, которые давались в данном обучающем процессе, это уже конкретик какая-то. А вот взгляд сверху – это как раз то, что нужно руководителю, чтобы сформировать общее какое-то направление, вектор дать. Организаторы даже не ожидали такого ажиотажа в летнее время. И теперь планируют запустить осеннюю школу. А лучших учеников рекомендовать для работы в передовых компаниях. Однако не обязательно воспринимать образовательный процесс как стандартные школьные уроки. Уже 6 лет подряд в День системного администратора в Чувашии устраивают IT-кэмп. С одной стороны – завозки, леса, палатки, костры. С другой – блокноты, ноутбуки и эксперты в разных областях. Слет призван не только объединить айтишников республики и обменяться опытом, но и отдохнуть в неформальной обстановке от напряженности на работе. Это тоже немаловажно для формирования местного сообщества IT-специалистов. Безусловно, сообщество существует, на мой взгляд, развитое менее, чем в некоторых других регионах, но сейчас очень большие подвижки есть на развитие его, на объединение всего. Мне хотелось бы видеть его, возможно, чуть более сплоченным в разных вопросах и скорее какую-то поддержку со стороны государства, муниципальных властей, которые бы помогали организовывать такие мероприятия или какие-то площадки. В Чувашии проводятся разные мероприятия, но на самом деле их не очень хватает и приходится ездить на конференции в столицу, там, в Санкт-Петербург, да, где проходят такие более массовые и более такие именитые конференции. Вот. И всегда любое посещение мероприятий, оно полезно, потому что оно расширяет кругозор и ты вводишь себя в курс дела. С помощью таких слетов, как IT-кэмп, в республику удается привлечь федеральных экспертов. Сергей Лихобабин, к примеру, руководитель одного из отделов Mail.ru Group. Эта компания сегодня владеет почтовым сервисом, популярными социальными сетями, огромным игровым подразделением. Около трех тысяч человек трудятся над всем этим. Впервые приехав в Чувашию, Сергей тут же почувствовал разницу в масштабах. Разница, безусловно, есть, хотя бы потому что есть доступ к некоторому профессиональному сообществу, которое в крупном городе, безусловно, шире, возможность посещать профильные мероприятия, выступать на этих мероприятиях и так далее. Ну, конечно же, находить, например, сотрудников себе в крупном городе гораздо проще, в случае, если заниматься их поиском. И все же, у IT-компаний есть одно преимущество. Они совершенно не привязаны к территории, на которой находятся. Интернет, современные технологии не ограничивают ни пространство, ни время. О чем мечтают дети? Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что каждый ребенок желает получить в подарок навороченный телефон со множеством функций и развлечений. Для родителей же мобильник – это возможность всегда быть на связи со своим чадом и не упускать его из поля зрения. У обеих задач есть изящное решение. Какое – вы узнаете из нашей рубрики «Юзабилити». Первое сентября на носу. Портфель собран, учебники куплены, форма с иголочки. И еще один момент. Просто необходим удобный и доступный по цене телефон. Смартфон Megafon Login 3 – лучший гаджет для школьника. Операционная система Android 4.4 KitKat позволяет эффективно расходовать системные ресурсы и для высокой производительности достаточно всего 512 мегабайт оперативной памяти. Громкость вызова и голоса высокая, поэтому на перемене в шумном классе ваш ребенок всегда услышит заветный звонок. Смартфон удобно помещается в детской руке. И при этом экран достаточно большой, чтобы читать электронные книги, просматривать страницы сайтов, не напрягая глаза, и играть в яркие приложения. Megafon Login 3 имеет доступ к скоростному интернету в сетях 3G. Сегодня 40% наших абонентов пользуются мобильным интернетом. Среди них большое количество молодежи и школьников. И если взрослые могут разобраться, с кем стоит общаться в сети, а с кем нет, то дети зачастую такого опыта не имеют. И родителям важно, чтобы ребенок и его телефон в любое время суток были под защитой. У Megafon для этого есть специальная услуга – детский интернет. Детский интернет ограничит доступ к сайтам, содержащим нежелательную информацию. В список услуги входит более 800 тысяч белых проверенных сайтов, которые проверяются вручную. Родители могут быть уверены, что интернет-ресурсы, предназначенные для взрослой аудитории, связанные с реализацией запрещенных товаров, азартными играми и прочими опасными категориями, а также сайты, используемые для обхода фильтрации, не попадутся на глаза любимому чаду. Подключение услуги бесплатное, а стоимость его мобильной безопасности всего 2 рубля в сутки. Я подключила своему ребенку детский интернет, и одним поводом для волнения у меня стало меньше. К тому же в телефоне Megafon Login 3 есть услуга «Радар». Я всегда могу определить, где находится мой ребенок. А качество интернета в его телефоне не даст ему заблудиться, потому что Артем пользуется картами Гугла и Яндекса и всегда может определить свое месторасположение. Еще один удобный сервис для детей и их родителей – сайт «Дети Мегафон». Он содержит подборку интересных и проверенных детских сайтов – познавательных, развлекательных, с играми и общением, а также советы для родителей, как сделать общение ребенка максимально безопасным. Вот несколько из них. Не покупайте ребенку дорогой мобильный телефон. Сделайте выбор в пользу экономичной модели. Расскажите ребенку о возможностях и опасностях виртуального общения. Установите на телефон быстрый набор ваших контактных номеров, позволяющие осуществить вызов нажатием одной клавиши. Отключите междугороднюю и международную связь и GPS-интернет. Воспользуйтесь услугой блокировки отправки СМС на короткие номера. Пополняйте лицевой счет ребенка небольшими суммами. Воспользуйтесь специальными сервисами для защиты, такими как детский интернет и радар. Расскажите ребенку о правилах набора экстренных служб. И убедитесь, что на домашнем компьютере установлены и правильно настроены средства фильтрации трафика и антивирусные программы. Говорят, если ваши дети подозрительно затихли в другой комнате, это сигнал. Там происходит что-то невероятное. Но вполне возможно, что дитя просто сидит в интернете. А если вы последовали нашим советам, то у вас есть пара часов полного спокойствия. Так что можете смело приобретать своему маленькому школьнику Megafon Login 3. К тому же по очень демократичной цене. При подключении тарифной опции InternetXS с оплатой на несколько месяцев она составит всего 1490 рублей. А если вы выберете тариф «Переходи на ноль», то и разговоры вам обойдутся почти бесплатно. 17 августа этого года Megafon отменил плату за первые 20 минут внутри сети в сутки. Это была программа «Айти не обойти». До встречи в эфире. Пока! Субтитры подогнал «Симон»